Когда-то яркая и эпатажная восточная красавица Азиза Мухамедова приехала из Убекистана покорять столицу и выступала в музыкальном коллективе «Садо». Уже тогда талантливая девушка вместе с другими солистками выбирала яркие блестящие концертные костюмы, бросающиеся в глаза украшения – сказочный стиль обольстительного Востока. С тех пор много воды утекло, и судьба певицы сложилась непросто, но Азиза осталась верна былому имиджу с блестящими фантазийными цепями, камнями и перстнями. Да, такому изобилию концертной бижутерии, пожалуй, позавидует и сама Шахерезада из «Тысячи и одной ночи». Но надо отдать должное артистке. Взрослея, она все же потихоньку впустила в свою повседневную жизнь и элегантные костюмы с женственными жакетами, и жемчужные сеты с лаконичными серьгами и длинными дорогими ожерельями, как у Коко Шанель. Хотя покрасоваться сразу в нескольких приметных цепочках из сияющего золота и усыпать пальцем множеством колец, несравненная Азиза по-прежнему любит. Лет 9 назад я слышала новость, что Азиза Мухамедова была помолвена с бизнесменом Александром Бородолиным, который был значительно моложе звезды по возрасту. Тогда еще была жива мама певицы, и почтенная женщина дала благословение на брак дочери, который должен был стать вторым по счету в ее жизни. Однако родительница ушла в мир иной, так и не увидев дочку в свадебном платье. Азиза с сожалением рассказывала о том, что отношения с Александром сошли на нет, и тот разлюбил подругу. Артистка даже подумывала покинуть Россию. Поселиться или в родном Узбекистане, или в другой стране, в горах и подальше от общества. Будучи в отношениях с Бородолиным, Азиза, конечно, расцвела, и возлюбленный поддерживал чувственный стиль восточной роскоши, который так любила роковая дама. Впрочем, я заметила у нашей героини полное переплетение различных стилей в украшениях. Так, время от времени шикарная узбечка, с которой, кстати, одно время крутил роман сам Александр Абдулов, пыталась превратить азиатскую вычурность во французский арнуво, и даже посещала соответствующие магазины. Наряды винтажного кроя, бижутерия, которая балансирует на грани вечерней торжественности и праздничной повседневности, много кружева, расшитые каменями пояса и серьги-кисточки. Несмотря на кажущуюся сумятицу всего и всех, мне кажется, что такие миксы Азизе очень даже к лицу. Конечно, никто ничего не имеет против экстравагантных концертных платьев, фантастических головных уборов, перьев и даже масок с упомрачительными массивными серьгами. Тут разве что Филипп Киркоров уже давно Азизу переплюнул. Тем не менее, нет-нет, да наденет красавица часть концертных гарнитуров на каждый день. Ну и ладно, скажут поклонники звезды 80-х и 90-х, ей простительно. Соглашусь с такой точкой зрения, поскольку Азиза уже столько всего пережила, осталось и без мужа, и без детей, и без матушки, что отблески было и славы, и коллекция шикарных колье никто не может у нее отнять. Ведь это малая толика такого хрупкого женского спокойствия. Пусть не счастье, но уверенности хотя бы в своей красоте. Помните громкое убийство певца Игоря Талькова, в конфликте с которым был замешан гражданский муж Азизы? Жизненный путь звезды резко разделился на до и после. Подругу Талькова обвиняли в его гибели все, кому не лень, от нее отвернулись звезды эстрады, администраторы концертных залов и даже зрители. Но время многое лечит, и всплыли кое-какие факты тех лет, да и сама артистка уже откровенно рассказывает о былых событиях. Поклонники ее творчества любят узбекскую диву, и есть такие, кто боготворит певицу и по сей день. Конечно, она не может похвастать приличными доходами, но на роскошные жемчужные сеты, которые экстравагантно сочетаются с крупными цепями, финансы пока находит. Шелк и блеск прекрасного жемчуга, и вот Азиза Мухамедова снова на телевидении. Пусть хотя бы в ток-шоу, но ее помнят, любят и узнают. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Ювелирные Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok